Всем привет, дорогие друзья! Дорогие подруги, здрасте! Семь бед, один ответ. Сколько веревочки не виться, а паска все равно брится. Поэтому, ребята, сегодня я удивил сам себя. Ну, возможно, кого-то из вас удивил также. Как вы уже вероятно догадались, сегодня, да, будем бриться опасной бритвой. Вы пока идите на крупный план, рассматривайте все поподробнее во всех этих ракурсах. Я начинаю подготовку. Догоняйте! Сегодня у нас, парни, будет француз с канала RazorSharp, который уже был один раз на обзоре. И сегодня будет еще раз. Покажу вам его крупным планом. Вдруг вы забыли, как он выглядит, а я вам покажу. Так, тут у нас новый подписчик есть на канале. Он говорит, ты посмотри, там блик есть, нет? Я вот хз где-то как смотреть, блик. Солнца уже нет, солнце уже село. Поэтому вот как-то так вот пытаюсь что-то тут поймать. Не знаю, уж поймается, не поймается. Но когда Константин присылал с канала RazorSharp YouTube три бритвы, он, напомню, кто не знает, говорит, Вадим, оставь какая понравится, остальное там на твое усмотрение. Мы их разыграли. Они все разошлись подписчикам. Вот тишина, кстати, парни, кому бритвы отошли, хоть отзовитесь там, что там да как. Ну, а я себе оставил вот этот вот клин. И честно сказать, ну, ребята, я до сих пор от него в восторге. Потому что, ну, он мне нравится. Реально нравится. Это та железяка, которую ты видишь и чувствуешь. Не знаешь чем, просто чувствуешь твое. Вот так вот я на нее глянул и почувствовал твое. На что она сейчас похожа? Не знаю, ребят, получится ли у него показать. Потому что парикмахера я еще не дотрес по поводу волос. Она еще только собирает. Но у нас есть главный спонсор, это мама. Ей 84 года. Волосы у нее седые. Не знаю, видите, не увидите. Но плюс ко всему они еще чрезвычайно тоненькие. Девочки, не шумите. Это у меня тут две кошки взрослые сошлись. Одна с ребенком, другая без. Вот рамсы и выясняют. В сантиметре, как положено, так тырц. Так вот. Еще в сантиметре. Ну, конечно, это не то. Не то, что, как вот там пацаны показывают, там типа только поднес, там дынь сразу, там все разлетелось, все развалилось. Видели, да? Но, тем не менее, это определенный прогресс по сравнению с тем, что было. Так, ну-ка, вот Сашка подолян. Помните, да, как он стружку снимал? Ну-ка, может, у меня тоже там что получится? А хрен там режется. Не, ну, я не подолян, я не Эдуард Седых, так что, хлопцы, извиняйте. Так, это, как я это сделал? Я это сделал благодаря еще одному мою подписчику, которого зовут Урмас. Урмас, огромное тебе прям спасибо от души, просто от души. Помните те фишки-хохоряшки, которые он присылал? Я их в этот раз использовал по прямому назначению. Какие именно? Первым пошел разорхон. Разорхон на этом, конкретно на этом камне, одна сторона рабочая, ну, как Урмас предупредил, и вторая есть еще вот такая, но эту сторону он не выводил. Да я, собственно, и не против. У меня ни карбида кремния, вообще ничего нет, чтобы это все доести, да и опыта нет, чтобы вот такие вещи доводить, потому что я вот хрен его знает, что это за камень. Может, он свою структуру, наоборот, начнет терять, а если нет, до какого его доводить, там, до 600-го, до 1200-го, я фиг его знаю, стекло-то найти не проблема, порошок на Ганзе тоже заказать, тоже как бы не это, не ахтитрут. Но вот имеем то, что имеем. Одна сторона доведенная. Я не уточнил Урмаса, до какого состояния он ее довел, но у него свои технологии, он не на порошке, он там как-то по-своему делает. Вот на этой стороне я провел его... Блин, ребята, вот я чукча, доведенная-то вот эта, точно, а я вот на этой стороне 50 раз-то и сделал. Ну, что, ума нет, считай, калека, ну, как бы там ни было, бритву не покалечил. 50 раз прошел по этому камешку. Следующая была бальцевая пластина с алмазной пастой на 0,5 микрон. Это тоже прислал Урмас. По этой пластине я точно так же пробежался 50 раз. След за той пластиной пошла следующая, уже на 0,25 микрон. По ней пробежался тоже 50 раз. Ну, и завершающим был, конечно, ремешок, который прислал Урмас. Он его подготовил по своей собственной технологии. Как, если хотите, можно его спросить, он расскажет, я вам потом передам. И вот по этому ремешку я точно так же пробежался 50 раз. Как? Каждый раз, когда пробегался, придерживался одного и того же правила. Первое и самое основное, это, конечно же, переворот только через опуху. По-другому никак не не. Второе, я вот тут совсем еще, ребята, путаюсь, но ученые, мужик, которые вот уже не первый раз этим занимаются, будь ласка, скажите, пожалуйста, вот как правильно, а может быть это вообще не имеет значения. Во-первых, лезвие всегда держал перпендикулярно. Во-вторых, я начинал от задней части, а потом выходил на острие. Переворачивал и точно так же уходил. Правильно ли это? Может быть наоборот, нужно начинать с носка и уходить на пяточку. Как правильно? Или эта роля никакой не играет? Я делал от пятки к носку. Вот таким вот макаром по всем этим предметам, которые я вам показал, пробежал, ну и получили то, что получили. Вот волос режет, что она будет сегодня с бородой делать, ребята, я не знаю. Сейчас пойдем бриться вместе и посмотрим. Вот как-то так. Это что касается вот того, чем мы будем бриться. А кто нам будет помогать? Да тот самый беспризорный, которого мы в прошлом обзоре не взяли, а перенесли его на этот. Это Rockwell Brothers Shaving Cream. Компания канадская выпускает некоторую часть косметики для бритья, мыло, крем, автошей, бальзам. И официальный представитель здесь у нас в России, это опасная бритва РФ, о чем недвусмысленно говорится не только на их сайте, но еще и вот на такой бумажке. С этой бумажки вы можете понять, что там и кокосовое масло и прочее, 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 прочее. Помимо всего прочего, производитель заверяет, что это крем для любого типа кожи призван смягчать, размягчать, облегчать скольжение, бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. Короче, намазал на морду лица и будет тебе счастье. Насколько это так или не так, это мы сейчас с вами будем проверять. Но по запаху, ребята, я вам могу сказать, что проверку уже прошел. С запахом тут, парни, все в порядке. Смотрите, какая крышечка. Контроль первого вскрытия. Нет, поднимается просто. Шибет прям вот, даже вот откручивать не надо, через это все пахнет. Ребята, запах ничуть не хуже, чем на мыле. Но все-таки это не мыло, а крем. Поэтому сегодня чашу никакую использовать не будем. Хоть и есть у меня определенные такие, знаете, желания того белого скатла запустить. Ну, ждал больше, подождет еще немного. Крем-мыло от Разорак. Спасибо опасной бритве РФ. А следующим помощником у нас будет Диэс Косметик. Барсучок. Тот самый барсучок, которого я очень хотел. И вот сегодня я его запушу. Что я вам могу сказать за этого барсука? Ну, давайте его вначале взвесим. 90 грамм. Ну, 89. Нормально. Хороший вес. Высота узла 55 миллиметров. Так, а ручка подлиннее выходит, да? При длине ручки 66 миллиметров. И диаметр узла 26. Ребят, я его готовил, дважды его вбив с пеной. Дважды просушив. За это время с него высыпалось несколько волосков. Я от этого в истерику не впал. Конвульсия, эльсульт, инфаркт миокарда. Тоже прошли мимо. Конечно же, это нехорошо. Но это и не смертельно. Всерьез по лицу. Он будет сегодня работать впервые. Мне очень интересно, что он для себя покажет. Потому что, если мои подозрения верны, то полностью оправдаются мои предположения из предпоследнего видео. Что Диэс Косметик и Яки и некоторые другие компании кормятся с одной кормушки. Просто меняют расфасовку. И все это нам продают. Если это так, то, хлопцы, нам остается только смотреть на ручку и на цену. А в какой компании брать, по большому-то счету, уже, в смысле, ну, роль-то и не будет играть. Поэтому посмотрим. Посмотрим, пока мне это нравится. Что будет дальше, увидим. По плотности, по плотности, даже вот так вот. Посмотрев, в принципе, он меня устраивает. Так, ручку пихать, не пихать. Да, наверное, не буду пихать. Баловство это. Но так он достаточно такой бодренький. Пока все в порядке. Вот, будет этот красавец. Да, кстати, за ручку он не сказал. Ребята, что за нее говорить. Мы сами знакомы с этой ручкой, с этой формой. Это у нас и привет из Китая. Это у нас и привет с мужского материка. Были у них такие только серенькие. Единственное изменение, которое я здесь нашел. Ну, это, конечно, наклейка. Это не грава. И плюс ко всему, ребята, цвет. Цвет просто бомбический. Это какое-то буйство южной ночи. Тут что только не переливается, и куда только не заливается. И перламутр, и синева, и бирюза, и закаты, и рассветы, и джунгли. Даже вон маленечко есть. Вот, смотрите, попугай пролетел. Короче, парни, цвет, конечно, да. При всем при том, что он такой разнообразный, яркий, он еще и не ляпистый. Вот что радует. Ляпистого терпеть ненавижу. Вот, будем пробовать. Ну, а на завтрак у нас, как я теперь уже точно знаю, потому что парни-то у нас на канале ученые, просветили быстро. Короче, совместно белорусская и итальянская фирма Vitex, которая выпускает бюджетную косметику для мужиков, для побриться, стоимость невеликой, в пределах одного доллара. Но и тот доллар, который компания просит за большинство своей продукции, в принципе, отрабатывает более чем. То есть, грубо говоря, стоит доллар, работает на полтора-два. Вот как-то вот так вот. То есть, молодцы ребята, умной дорогой ведут товарищи. Это сегодня у нас будет лосьон после бритья. Вот еще прошлое видео, хотел такой жиденький. Сейчас его и попробуем. Дозатор не совсем обычный для жидкого лосьона. Запах приятный. А дозатор, обычно такие дозаторы я видел под гели. То есть, здесь нажимаешь, тут открывается и вот что-то там выдавливаешь. А если это лосьон дожидкий, вот это и необычно. Ну, посмотрим. Так что, что, пошли бриться. Мазок замочен. Первонапервонаверно нанесем пришейш. Ух ты. ребята вот как открыл крышку его сразу как ломануло ломануло и если первый раз помните на крупном плане мы открывали там вот эта подставочка пластмасска вот это она здесь на крышке остался здесь смотрите она прям с крышкой оторвалась и с таким причмоком я думаю это шанс шанс на то чтобы ну во первых заберем крем прямо с крышки подлецы молодцы молодцы вот прям вот я по крайней мере знаю еще несколько человек кому заходит этот запах запах на самом деле мужской бомбезный он не унисекс он он настоящий он тот тот который знаете вот вы частенько можете выходя на природу допустим там с ружьишком с удочкой у костерка уж все подобное можете встретить что это такое уж точно не то что там в описании там какие-то можжевеловые но это еще какая-то фигня ребят фигня здесь замес дело в том что тупое перечисление тех ингредиентов которые там добавлены они не передают сути этого запаха а запах поначалу он кажется вкусным кондитерским но это первое на эти вот такая вот буквально секунд только хочется упустить потом когда уже начинаешь вдаваться в подробности испугался что тиктофон не включен а вот там подробности это самое интересное уже начинает скрываться потому что там и древесное появляется и растительное травяное и что-то даже вот от шорох отрезка уголев вот это не само костра знаете жар вот этот пышет а вот именно вечером когда сидишь уже по бренышкам или по пенькам разбросанного вокруг костра основной огонь то уже сошел и вот эти вот остатки угольков которые потрескивают и время от времени бросают свои фейерверки показывают что я еще живой я здесь и по большей части уже ни дыма ни огня нет ничего и только треск вот этих вот углев вот как он пахнет вот так вот он пахнет зараза хочется взять котелок и там счетом сушиться или еще чего-то так ложку навернуть а тут если ну писарик холодненький каким-то чудом да и вот туда же все нормально вот вот мужское что-то вот прям мужское хорошо так ну тут намазали маленько подержали пока разговор разговаривали теперь я сам компресс парни про крупный план услышал надеюсь сейчас тоже самое получается так по общим ориентирам посмотрел вроде она ну будем так все время делать помню я про королевский компресс но что-то как-то знаете ну он же турец как-то что-то это пока не решился мне показалось что столько времени займет давайте по простецки по старецки вот сейчас как раньше делали так наш помазок больше у нас тут есть он разбух ну собственно и воды то больше нету больше трясти не будем грамм на 30-40 возможно даже на полтишок тянет нормально чуть-чуть возьмем того же крема который здесь на крышечке наверное вот так не забываем что на лице то уже есть ну и покажи что умеешь так чуть-чуть водички а ну это он но после этого помояisf venule любой человек любой кто мне скажет что то ты чё я ки там натуре круче там боба бам 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 cancer говорит что хочет это одного поля ягода у этого шарики есть вот как у яковского есть шарик так и у этого есть шарик пускай он не такой плотный пускай он не такой массивно обволакивающийся объемлющий как вот допустим того же мужского материка он знаете какой получается он между мужским материком и мюлей вот но не надо забывать что мюлей все-таки маленький но вполне себе барсук с шариком здесь все в порядке он сам маленький и шарик здесь небольшой так что ребята сдается мне в одном месте они тарятся стопудово в одном месте ну и все тоже самое пожелание увеличение здесь набивку процентов на 20 и глядишь можно было бы смело с глаза завязывать глаза брать в одну руку мужской материк другую руку этот иди отгадай какой из них какой-то фиг бы отгадали не отгадали бы вот только по плотности по плотности вот до сих пор можно вот это вот угадать а так вполне себе на цену не смотрел мне кажется что дес косметик чуточку больше ломит за помазок если я прав то те кто купит у яков ни капли не ошибутся если же у них цена примерно сопоставима что там что там вы возьмете вы не выиграете и проиграете возьмете один и тот же хороший барсук хороший помазок великолепно вот оно что у нас превратился на ручку не лезет все нормально все хорошо ну а теперь согреем наше ясно солнышко чуть-чуть ну и так буду вспоминать с какой стороны тут начинать ну и так Та вина и винов. 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 Шорохом пролетать, ух! Всё, поняла. Ребят, это... Воды мало. Чую, подсохла. Сейчас намочим. Так. Убью чал мою. Всё. Всё. Продолжение следует... Удивительная вещь... Когда брею с этой стороны и не смотрю, у меня получается лучше. А знаете почему? Скорее всего моторика до лица сказывается. Ну, не моторика лица, а моторика вообще в принципе сказывается. Потому что зеркальное отображение, ты когда смотришь, а куда, а куда, вот это вот все, как у младенок, знаешь, право, ага, право, сама влево пошла. Вот точно так же и тут. А когда в зеркало не смотришь, то где право, где лево тебе говорить-то не надо, ты это сам помнишь. Вот, наверное, может быть в этом эффект. Ну, посмотрим. В любом случае, думаю, что... Понимаю, что помазки воды мало, что надо добавлять воды. Из-за того, что практика добавления воды для скатла небольшая, вот сейчас пытаюсь компенсировать это тем, что нанес на лицо. Ну, плюс еще сам помазок смочу. Продолжение следует... может быть на пару процентов не такой набитый как у яков вот сейчас или тут просто пены стало меньше потому что вот видите на лице то она не так уж крупно часто выложиться вот пока такое ощущение сейчас вот еще побреемся и до конца она уже сформируется пока к его работе к его объему который он создает претензий 0 никаких мне нравится точно так же на излете когда меняешь траекторию движения твоего помазка вместе с шариком и вортом начинает работать другую сторону и вот в момент вот это вот смена вектора движения он выходит на свой пик вот на этот и такое на эти легкой 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 чуть-чуть вот покалывание не типа тебя укололи а типа обозначили что-то вот такой вот есть для людей с чувствительной кожей то я думаю будет по барабану то есть нет не но все лишнюю влагу вымели смотрите тут уже что-то стало получаться до так паску держим сухими руками а ключевое слово тянем за ухо вспомнил уже ушел оттуда за ухо все тяну сюда уже надо здесь уже тянуть лоо ну 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 так тут наверно все таки за камешек то я волнусь обратили внимание не знаю кого слезал но показалось на чем и попробовать и да действительно работает то есть когда сама себя вот так вот об руку тырц и быстрее и меньше вероятность что-то жалоб сделать ну естественно аккуратно чтобы самого себя не потратить не поэтом не пофигачить так а тут как саня говорил вот так вот поднимаем Иван Иванович не понял что падает с того что ли первым да нет вроде в принципе у меня суда не заходит чтобы так пройти так как делать то да нет не то так ладно попробую по-своему тогда вот Продолжение следует... 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 Продолжение следует...